Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Вторая глава пророка Михея в рамках нашего проекта «Экзегет». Я напомню, что в первой главе говорится о той незавидной судьбе, которая постигнет Северное царство Израиля со столицей в Самарии и одновременно Южная со столицей в Иерусалиме, хотя все начинается с Северного, там проблемы серьезнее, судя по всему, и эта беда начинается с Северного царства. А под этой бедой можно понимать, конечно, ассирийское нашествие. Ассирия, Великая империя, войско, которое в 720 году действительно взяло штурмом Самарии, уничтожило Северное царство. А вторая глава просто объясняет, прежде всего, почему так происходит и почему эта беда так всеохватна. Помните, в первой главе там еще много названо разных конкретных городов, местностей, которые так или иначе испытают этот позор, унижение, это страдание от иноземного завоевания. Так вот, в чем же дело-то? Это же избранный народ, это же те, кого Господь нарек своими людьми. В чем-то должно быть их преступление. Горе тем, кто замышляет преступление, готовит злодейство, лежа на постели, чтобы совершить его утром при свете, потому что силы у них в руках. Вот интересно, что он начинает описание этих злодеяний с намерения. Причем намерение такое спокойное. Вот бывают же разные преступления, вообще поступки людей, в том числе неприглядные. Ну, вспылил кто-то. Ну, вот возникла ситуация, не сдержался. Бывает, это одна картина. Или, допустим, ну, заставила тяжелая обстановка, да, вот в нужде человек голодает и идет разбоем заниматься. Ну, понятно, это не оправдание, но есть причина. А вот худший вид злодеяния, когда человек спокойно, лежа на постели с утречка, то есть, смотрите, ему работать не надо, у него проблем особых нет. Если мы утром нежимся в постели и думаем, а чем бы нам заняться? Ну, это такой счастливый выходной. Это такой отпуск блаженный, да. И вот человек, у которого, ну, наверное, в жизни все достаточно неплохо, да. Он в свой законный выходной или в свой отпуск замышляет злодейство. И более того, он собирается это сделать при свете дня. Опять-таки, если воровство, убийство, прелюбодеяние происходит ночью, в этом не оправдание, да. Но при свете дня – это то, что называется с особым цинизмом, когда вот уже не надо никого прятаться, ни от кого скрываться, вот можно просто вот что ты хочешь, что ты и делаешь. И почему? Потому что сила у них в руках. Это одна из важнейших тем, вообще всех пророков, но Михея, наверное, в особенности – обличение сильных и богатых. Не потому, что они плохие сами по себе, не потому, что Михей такой коммунист, который желает неиспровержения частной собственности, установления равенства и братства. Нет, а потому, что это богатство может служить именно что источником зла. Человек сильный, могущественный, богатый, понимает, что он от кого откупится, кого припугнет, с кем договорится. И все ему сойдет с рук. Вот с точки зрения бога не сойдет. И поэтому те, кто спокойно замышляют преступление утречком, исполняют его открыто перед всеми и считают, что они вправе, у них же сила в руках, власть, деньги, влияние, авторитет. Вот эти люди – самая худшая категория грешников. Хотя, наверное, себя они считают лучшими людьми народа. И дальше, в чем это конкретно выражается? Приглянулось им поле – заберут. Понравится дом – захватят. Лишают человека собственного дома. Отбирают наследие отцов. Вот смотрите, у нас было довольно много проязыческие культы. Да, он их совершенно не хвалит, Михей. Он о них говорит в первой главе. Но не так подробно. Конечно, есть там блуд, пьянство, наверное, другие всякие личные грехи и пороки. Но у каждого человека есть какие-то свои грехи. Мы это прекрасно знаем из слабости. Но Михей очень остро и резко обличает грехи социальные. Очень часто верующие в самых разных религиях, конфессиях, не исключая христиан, воспринимают грех как какую-то личную промашку. Ну, пьяный напился. Ну, там, на сторону сходил к девушке. Ну, я не знаю, что там. Вот обманул кого-то так при расчете, там, лишних денег себе забрал. Вот нехорошо я поступил. Но при этом они могут совершенно спокойно относиться к вопиющей социальной несправедливости. К системной социальной несправедливости, когда одни люди делают других бездомными, нищими, несправедливыми. Почему? Это же все по закону. А почему? Я же лично там не вырвал из рук. Ну, понятно, что приглянул из поля, заберут. Это делается через разные формально законные процедуры. Лишают человека собственного дома. Ну, сегодня это чаще всего связано с какими-то ипотечными кредитами, с там, залогами и так далее. Но в древности это тоже было, наверное, примерно так. Это не вооруженный грабеж. Чтобы лишить человека дома, нужны какие-то правовые основания, пусть даже фиктивные. И, конечно, кстати, торговля недвижимостью всегда и во все времена была высоко криминализованной такой областью, ну, потому что очень велика прибыль, да, и очень великий стимул для того, чтобы повести себя нечестно. И он объясняет, лишают наследия отцов. То есть то, что человек получил от своих родителей в наследство, то, что принадлежит ему не просто по некоторому формальному юридическому акту, но вот в силу какой-то внутренней справедливости. Вот этот дом, который построили его предки, он в нем живет, это его дом, нельзя у него отбирать. Потому так, говорит Господь, вот я замышляю для вас беду, которую не скинете с ваших шеи. То есть как ермо такое, да, которое ложится на шею. И рабов, кстати, часто так водили, забивали какие-то деревянные колодки, но когда у человека здесь какая-то колодка, ему, в общем, не бежать, не особо там по странам даже смотреть не получится. Он очень беззащитный сразу становится. И вот эта беда, которая их сразу превращает в этих самых рабов, может быть, буквально ассирийское нашествие, рабство, плен, может быть, в переносном смысле, вот их как бы стреноживает Бог, их он забивает в такие колодки-кандалы. «Не ходить вам горделиво, злое то будет время. Войдете вы тогда в поговорку, рыдания раздадутся, свершилось, вдребезги мы разбиты, изменил он долю моего народа, добро у меня отбирает, врагов моей землей наделяет». Смотрите, если человек занимается, грубо говоря, тем, что лишает других людей из своего народа, их законной и, более того, отеческой недвижимости, земли, домов, то в какой-то момент приходят чужаки и лишают его самого всего этого. Да, вот мы думаем, а почему у нас все так плохо, почему у нас там, допустим, я не знаю, в нашей стране есть экономические проблемы, есть проблемы отношений с соседями, и мы всегда это относим за счет либо, ну, врагов каких-то нам, кто-то всегда мешает жить, нам кто-то завидует, нас кто-то там ненавидит, презирает и вот очень с нами борется, а либо за счет каких-то внешних факторов, там, цена на нефть упала, я не знаю, когда будет смотреть эту запись, она упадет или поднимется, ну, вот, что-то там, не урожай случился, погода плохая, лето дождливое, а Михея говорит очень четко, вот вы отбираете у других, у вас отберут, причем вы отбираете у своих, а у вас отберут чужие. Если внутри народа нет вот этой солидарности, нет вот этого восприятия чужого имущества как законного имущества, а у нас весь 20 век, отнять и поделить, да, мы это знаем прекрасно, потом еще раз отнять, уже не поделить, только о себе в карман. Вот если нет этого отношения к другому человеку, такому же, как ты, как носителю права, как тому, кто, может быть, даже в помощи твоей нуждается, а лишь как к источнику твоего обогащения, да потом ты становишься источником обогащения, и не только ты, а общество, разделенное вот этими вещами, падает жертвой другого общества, оно ничуть не лучше, а Сирия – это не пример, знаете, милосердия, социальной справедливости там и прочих всяких вещей, это гораздо худшее общество, но если ты начинаешь жить по-волчьи, приходит волк, который сильнее тебя, это всегда так. Так что некому будет у тебя бросать жребий в собрании Господнем, или, может быть, делить земли по жребию, не очень понятно, бросать жребий, это, судя по всему, у Рима Тумим, которые были у первосвященника, и он, вопрошая Господа, получал через них ответ. Ну, видимо, что-то вроде гадания, ну, в хорошем смысле гадания, где одна фигура, один предмет означал «да», другой «нет». А может быть, делить землю по жребию, то есть, когда Израиль вторгцев ханаан в землю обетованную, то земля была поделена между разными коленами, племенами, и внутри этих колен или племен тоже она была поделена по родам, вот, и периодически, естественно, возникали какие-то потребности в пересмотрах, да, там какой-то род расширился, у него много людей, какой-то, наоборот, сократился, и это способ делить. Жребий – это способ поделить, ну, неверующий скажет, объективно, беспристрастно, потому что земля же вся разная, более плодородная, менее плодородная, холмы, долины, равнины, горы. Ну, и вот, бросая жребий, ты как бы не определяешь, кому лучше, кому хуже, но верующий скажет, что это Господь, если ты бросаешь жребий с молитвой, дает каждому то, чего тот достоин. Так вот, доделились, вырывая друг у друга эту самую землю, эти самые дома, вы приходите к состоянию, когда отделить уже некому, не сказано нечего, там отберут все, да, но останется, оно будет не ваше. А вот будет некому, скорее всего, первосвященника не будет, не будет какой-то законной, уважаемой, авторитетной власти, системы контроля, да. Вот придут дикие, грубые чужаки, все вас отберут, и не жалуйтесь, потому что вы сами не сохранили какого-то справедливого и милосердного распределения. Ну, как могли ответить на такие вещи его слушатели? Михеяк описывает, не прорицай, мне прорицают, не прорицай об этом, беда нас не постигнет. Вечная проблема человека, мы не хотим слушать дурные новости. Если, ну, человек отдельный, еще может там прятаться от, скажем, извести о своем нездоровье, о каких-то финансовых проблемах, о том, что в семье у него не все благополучно, но он прячется от них довольно тихо обычно, не ходит к врачу там, например, да, или не верит тому, что видит своими глазами, то общество, которое не хочет слушать о своих проблемах, обычно довольно громко протестует против попыток что-то рассказать. Я прекрасно помню, как в нашей стране огромное количество людей пророчествовало, что цена на нефть и газ будет очень высокой всегда, никогда не упадет. Но это же приятно. Нет, упало в какой-то момент, не знаю, поднимется ли. И очень многие другие вещи точно так же. Если я начну рассказывать, как вот наша страна будет великой, богатой, могучей, славной, всем понравится. Если я начну говорить о проблемах, очень многие мне понравятся. Вот пророки – те люди, которые говорят о проблемах. Им затыкают рот не пророчества, тем более о будущем, а какой-то божественной точки зрения на все эти вещи. Как сказать, Богу не угодно то, что мы творим. Нет, 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 угодно, угодно, угодно. Все будет хорошо. Мы с Богом договоримся. У нас тут храм, у нас тут жертвы, у нас все отлично. Помолчи, пожалуйста, это тебя не касается. Вот то, что мне самому иногда приходится слышать. Сказать ли, Дум Иакова, разве раздражается Дух Господень? Так ли он поступает? Смотрите, он вступает в спор с этими людьми. Разве раздражается? То есть, что Дух Господень – это такая скандальная тетка, которая чуть что начинает орать? Нет, конечно. Дух Господень спокоен. Вы думаете, он на вас там наорал, ну, как, наорал, и все, я отпустил, и больше претензий нет. Нет, он предъявляет очень серьезные претензии, но делает это спокойно, обоснованно, уверенно в себе. Он не такой, он не скандалист. Разве слова мои не во благо тому, кто вступает прямо? Вы обвиняете меня, говорит Михей, в том, что мои пророчества вам не нравятся. Ну, хорошо, но я не для того, чтобы вам понравиться, я для того, чтобы вам помочь. Очень часто люди не видят разницы. Как маленький ребенок не хочет, чтобы врач делал больно. Ну, потому что некоторые процедуры, которые делает врач, действительно болезненные, укол там какой-нибудь. Но мы прекрасно понимаем, что если его не сделать, будет много больнее и, главное, хуже будет. Вот. А в духовном смысле абсолютно то же самое. Есть вещи, которые неприятно слышать, но если их не слушать, то все будет значительно хуже. Болезнь будет прогрессировать. Но теперь поднялся мой народ словно враг. Срывают и плащ, и рубашку с тех, кто беззаботно идет мимо, с тех, кто в войне противится. Вот вам одна из первых антивоенных проповедей в мире. Кто просто идет мимо и противится войне. Вот это истерия войны. Я думаю, многим она знакома, уже не буду говорить более конкретно. Вот это желание всех разбить, унизить, победить. И с другой стороны, какой-то человек, который идет мимо, он просто прохожий, или вот просто ему не хочется всего этого видеть, всего этого делать, и он вот не принимает в этом участие. И вот с него срывают рубашку. То есть, его надо оскорбить. Вот вся эта воинственность, которая направлена на осирийцев, она вдруг оказывается направлена на своего согражданина, прохожего, ближнего, говоря библейским языком. Ну, потому что осирийцев пойди, победи. А ближнего ты оскорбить и унизить можешь легко. Очень легко. И вот, смотрите, этот народ поднимается и обижает того, кто говорит что-то против. В общем-то, это, наверное, и про самого Михея. И дальше. «Гоните вы женщин моего народа прочь от милого дома, отнимайте у младенцев навсегда мою славу». Трудно понять, что именно имеется в виду. Какое-то особое преступление, когда гонят женщин, выгоняют их из домов, не пускают их куда-то. Лишают младенцев славы, то есть, по-видимому, лишают их возможности какой-то полноценной жизни вот в этом народе с храмом, со святилищем, со всем прочим. И с другой стороны, вот если выше описан военный психоз, а мне кажется, это так, то женщины и дети – это первая жертва. Вот обратим внимание на любую войну. Начинают ее мужчины, а страдают женщины и дети больше всего. Это их дома разрушаются, это их мужчины пропадают. И если мужчина, ну, погиб, ранен, это очень плохо, но все понятно, то именно женщины и дети остаются без дома, без кормильцев, и вот они оказываются в ситуации изгнания, эвакуации, говорят современным языком, беженства другим современным языком. И оказывается, это вы их гоните. Они не жертва обстоятельств, не случайная какая-то вот толпа, которая просто там оказалась. Они ровно те, кто стал ценой вашей военной истерии. И если вы это делаете, то вы отнимаете у них мою славу. То есть слава не в победах над славными врагами, не в каких-то великих достижениях, а в соблюдениях закона, в соблюдении каких-то элементарных норм человеческой морали, в том, чтобы не прогонять слабого, в том, чтобы не обижать вдову и сироту, чтобы у женщины был свой очаг и своя крыша над головой, где она может своих детей разместить. «Вставай, ступай прочь, не место здесь тебе покоится, будешь разорен за свою нечистоту, и горьким будет разорение». Это, конечно, пророчество о плене. Северное царство в 720 году было разрушено его столицей, его жители отправились в ассирийский плен с Южным царством. Это произойдет чуть попозже, на полтора примерно столетия. Это будут в Вавилонине, но Михей описывает ситуацию в целом. «Если вы на своей земле не можете установить какой-то божественный, человеческий одновременно порядок, все дальше будет плохо и горько». И, точнее, вот этот ответ на то «не пророчество, не пророчество» он говорит. «Если бы пришел ветреный лжец, обманщик, и сказал бы он вам, буду прорицать вам о вине и браге, вот кто стал бы прорицателем этого народа». Ну, конечно, о выпивке, о том, как хорошо погулять, как спиртного у нас много, какие мы все молодцы, поднимем тост, давайте выпьем за это. Вот это был бы прорицатель. Вот он бы пользовался спросом. Тот, кто говорит о проблемах, о грехах, тот, кто призывает к изменению. Увы, нет. И вдруг, и вдруг эта вторая глава переходит к совершенно другой теме. Соберу, соединю тебя, Яков, соединю. Соберу остаток Израиля, соберу. Будете у меня как овцы в овчарне, ну, то есть в загоне для овец, как атара, что посреди пастбища сбилась от страха перед людьми. Ну, то есть чужие люди пришли, и эти овечки все в кучку так встали, и там пытаются сохраниться. А что же это? Что-то хорошее соберу, соединю. А вот смотрите, одновременно плохое, потому что от страха перед людьми. И дальше он продолжает. «Пойдет пред ними бьющий, пробьет пролом, и они пройдут. Через ворота выйдут, пред ними царь, над ними Господь». Трудно даже понять однозначно, это опление их, испуганных, ведут куда-то. Не очень похоже, потому что, смотрите, «пред ними царь, над ними Господь». То есть ситуация хорошего, но может быть, это ситуация послеплена. То есть вот сейчас их заберут, сейчас их уведут, сейчас у них все будет плохо-плохо-плохо, а потом они пройдут сквозь пролом в стене. Вот у нас будет, конечно, много о пророчествах послепленного, или, скажем так, периода исхода из плена. Вторая часть книги Исаии этому посвящена. И вот это тоже, видимо, о том, как они возвращаются. И с другой стороны, вот именно момент плена, именно момент бедствия был моментом собирания. Без этого, может быть, они бы и не собрались, они бы так и оставались рассеянными, разделенными, каждый на своих каких-то путях. Но вот это бедствие, этот страх перед людьми заставляет татару сбиться, заставляет овец взглянуть на пастуха, заставляет слушаться его. И точно так же бедствия, которые постигает израильский народ, два царства, северное в Самарии, столица и южная, столица в Иерусалиме, они собираются вместе и собираются вокруг Бога именно в момент опасности, именно в момент гибельный, может быть, для них, но спасительный для их будущей истории. Ну, а в третьей главе, которую мы почитаем в следующий раз, речь пойдет о правосудии, справедливости и о том, как, собственно говоря, выстраивать жизнь, собравшись вместе и вокруг своего пастуха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok